Всем огромный привет! Вы на канале Марис Витховым. Спасибо, что вы заглянули на мой канал. Если вы еще не подписались, то обязательно сделайте это внизу под видео. Если кто помнит, то первые мои видео были о том, как мы начинали ремонт. Я сказала, что канал мой о семье, об уютном доме, о том, как сделать интерьер стильным за небольшие деньги. И мне действительно хочется, чтобы даже в обычных квартирах с обычной стандартной планировкой люди научились создавать какие-то интересные интерьеры, живые интерьеры. Чтобы они не были скучными. И сегодняшнее видео о как раз таком интерьере. На канале я уже сделала несколько таких видео о стиле лофт, о скандинавском стиле, просто о том, как создать стильный интерьер. Недавно вышло видео о французском стиле в интерьере. А сегодняшнее видео будет о том, как с помощью зонирования можно разнообразить свой интерьер. И как раз таки мы с вами поговорим сегодня о таком способе зонирования, как стеклянные перегородки. Вообще, я когда просматриваю, вдохновляюсь какими-то новыми идеями на сайтах, о которых я уже здесь рассказывала, то вот стеклянные перегородки, они просто, ну знаете, как радуют глаз. Действительно, это очень эффективный способ зонирования в небольших квартирах, где нужно соблюсти какое-то функциональное зонирование или просто декоративное зонирование. И смотрится это очень здорово. И давайте сразу поговорим о том, что есть некоторые способы зонирования с помощью стеклянных перегородок. И первый способ, он самый дорогой, это когда вы с помощью каких-то сторонних фирм можете создать такие многослойные стеклянные перегородки с сочетанием темного металла или темного дерева. Здесь не стоит опасаться того, что стекло может растрескаться, потому что, как правило, оно покрыто специальной защитной пленкой. И эта пленка, она защитит от рассыпания осколков в случае чего. Более дешевый вариант это акриловое стекло или по-другому пластик, который, в общем-то, вы даже сами можете создать из подручных средств, если у вас есть необходимые инструменты. Также есть один из способов создания зонирования помещения с помощью стеклянных перегородок, но это не совсем стеклянные перегородки, а это будет стеклоблок. Как раз такие стеклоблоки мы использовали в нашем интерьере для того, чтобы немного зонировать зону гардеробной, чтобы ее не было видно из большой комнаты. И также мы использовали стеклоблоки в той комнате, которую мы поделили на две части. Одна из них это детская и кабинет, а другая это как раз таки гардеробная. И вот окна, вообще эта комната, она очень солнечная. И вот чтобы свет проходил в гардеробную, в остальную часть квартиры из этого окна, стеклоблока, то есть сделали такую перегородку межкомнатную, а сверху вставили стеклоблок. А сразу скажу, что стеклоблок мы приобретали в магазине Косторама. Он не очень дорого стоил, только с помощью стеклоблока также создают неплохие решения для зонирования в душе, в ванной. Я здесь ставлю несколько фотографий как раз таки из примеров. А если говорить о зонировании в жилых комнатах, в жилых помещениях, то наиболее часто сейчас в интерьерах квартир современных можно увидеть уже стеклянные перегородки, которые реально зонируют пространство. В общем-то у них очень много преимуществ, я только некоторые из них сейчас перечислю. Это, конечно, то, что они занимают намного меньше места, ежели чем обычные перегородки, выполненные из блока, либо из гипсокартона. Стеклянные перегородки пропускают свет, а это особенно важно в маленьких квартирах. Сразу приведу здесь примеры некоторых квартир, которые мне особо понравились и запомнили. Правила стеклянные перегородки очень выгодно и выигрышно смотрятся в небольших квартирах, где необходимо разделить зону гостиную или обеденную от зоны спальни. И при этом вы имеете всего лишь два окна, и вы никак не можете отдать ту часть, которая с окном, под спальню. Вот это классический пример квартир, в которой живет большинство нашего населения. Это стандартная планировка, я здесь ее привожу. Только она может быть выполнена либо в таком варианте, либо отображена полностью симметрично. И вот пример одной из квартир, где зону спальни отделили от зоны гостиной и кухни с помощью стеклянной перегородки. При этом у вас остается в большей части вашей квартиры два окна, и свет спокойно проникает в зону спальни, если это необходимо. А если вам нужно уединиться, вы можете просто повесить шторы. Обратите внимание на то, что в этой квартире в целом гамма, которая выполнена вся квартира, она довольно-таки светлая. Кроме того, конечно же, у стеклянок перегородки всего их преимущество это функциональность. Об этом я уже говорила, и она может как разделять квартиру, зонировать, так и быть в общем-то декоративным каким-то элементом. Вот здесь вот на фотографиях вы видите опять же однокомнатную квартиру, маленькую, крошечную, 30-ти, по-моему, трехметровую квартиру, в которой также зона спальни отделена. Вы видите, что здесь даже какая-то декоративная функцию несет себе она, потому что здесь она выполнена как бы отдельным кубом, который занимает большую часть этой комнаты. Обратите внимание, что в спальной зоне специально поставлено зеркало, это для того, чтобы свет отражался, да, и чтобы света было в спальной зоне еще больше. Этот прием тоже также используется. Несмотря на то, что стены в этой квартире выкрашены в темно такой серый, какой-то графитовый даже цвет, мне кажется, что она маленькая. Также, конечно, стеклянные перегородки, они придают интерьеру модный такой стильный современный вид. Сейчас я вам приведу пример одной из квартир, где также отделили зону спальни от гостиной зоны и зоны кухни. Это такая квартира, которая выполнена в стиле лофт, и у нее большое панорамное окно, и хозяева захотели как раз-таки рядом с этим окном разместить зону спальни. Вы видите, и перегородка, она способствует тому, что когда вы ее открываете, то свет беспрепятственно проходит в большую часть квартиры, но в то же время создает такую интимную зону спальни. Я вам хочу напомнить, что установка стеклянных перегородок это не перепланировка, так как любая стеклянная перегородка, даже самая толстая, она является предметом мебели. Поэтому, если для кого-то вопрос перепланировки очень важен, для вас вот такой небольшой лайфхак. Стоит сказать о недостатках стеклянных перегородок. Это, конечно, прежде всего их стоимость, но здесь вы тоже можете, в общем-то, применить свои руки, да, руки вашего мужа, и такую сделать стеклянную перегородку сами, своими руками. Единственное, выбирайте для этого либо качественный пластик, либо качественное стекло. Прозрачность, что уж там говорить, но я напоминаю о том, что вы можете повесить шторы по всему периметру, как выполнено, кстати, вот в этой квартире, которую я вам еще не показывала. Эта квартира вообще самая моя любимая. Когда просматриваешь такие фотографии, можно вообще из них черпать вдохновение и идти творить. Да, здесь в данном случае вход в спальню также осуществляется и со стороны гостиной, и со стороны коридора. Висят шторы, вы видите, разного цвета, то есть вот когда вы используете сочетание нескольких цветов в текстиле, либо сочетание нескольких фактур, например, бархат и лен, вот игра на таких вот цветах или фактурах, она придает тоже интерьеру такую какую-то необычность, артистичность, живость, в общем, делает интерьер нескучным. Если мы будем говорить о шумоизоляции стеклянных перегородок, конечно, что уж там говорить, шумоизоляция не самая лучшая. Но если для вас фактор шумоизоляции, звукоизоляции стоит на первом месте, и вы все-таки хотите, чтобы у вас зона спальни была очень интимной, закрытой, и живете не один в данной квартире, то просто побеспокойтесь о том, чтобы двери плотно закрывались, в такой мини-спальне, да, и обратитесь, конечно, к специалисту. Зименные стеклянные перегородки, они обладают неплохой звукоизоляцией, и даже сравнимой и сопоставимой с обычными стенами. Также стеклянную перегородку очень удобно использовать, это такая, знаете, немножечко неполноценная стеклянная перегородка, когда вы хотите разделить зону кухни от обеденной зоны или от зоны столовой. Мне тоже очень нравятся эти варианты, так что присмотритесь к ним. В принципе, это реально сделать своими руками. Для совсем необычных, скажем таких, натур, я надеюсь, что на моем канале здесь такие люди есть, может быть, это артисты, художники. Я вам приведу пример квартиры, которая мне очень сильно понравилась, когда стеклянные двери, стеклянные перегородки используют для того, чтобы разграничить зону ванной от основной части квартиры. Здесь вы видите, что большая ванная комната отделена от основной комнаты как раз-таки с помощью стеклянных дверей, стеклянных перегородок, и это очень здорово смотрится. Также вот этот рисунок, да, стекло с черным обрамлением, он повторен в плитке, которая выполнена в обычном белом цвете и использована, знаете, затирка для плитки. Вообще, мне в последнее время очень нравится вот такие варианты, когда берут обычную белую глянцевую плитку и используют черную или серую графитовую затирку. Это смотрится очень интересно, тоже современно, хотя все новое, это хорошо забытое старое. Наверное, о стеклянных перегородках я сегодня все сказала, что хотела. Я вас призываю не бояться экспериментировать в своем интерьере. Если вы сейчас только планируете делать ремонт, то задумайтесь, возможно, стеклянная перегородка, это как раз та необходимая часть интерьера, которой еще не хватает, да, вашему новому, так скажем, ремонту. Если вы уже сделали ремонт, возможно, где-то что-то вы хотите зонировать, и стеклянная перегородка, это как раз-таки функциональный, удобный предмет интерьера, который вы можете как-то вживить в свое пространство. Я вам желаю всем, чтобы ваш интерьер не был скучным, однообразным, и тем более сейчас на улице весна, и хочется каких-то необычных перемен. Посмотрите сайты, повдохновляйтесь, сходите в магазин, ставленный интерьер, да, в обычную Икею даже. И вот, возможно, у вас тоже возникнут какие-то новые смелые идеи для вашего интерьера. Ну, а сегодня всем пожелаю хороших выходных, наступающим праздником всех православных, и всем пока!